Разделили по градусам. Минимальная розничная цена бутылки водки с 1 февраля упала в среднем на 35 рублей. Соответствующее постановление опубликовало Росалкогольрегулирование. Тем временем ведомство предложило повысить стоимость других напитков крепостью выше 28 градусов. Светлана Зорина узнавала, как это отразится на потребителях. По карману бутылка ударит больно. Предприниматели обеспокоены. Новая закупочная цена импортного алкоголя отнюдь не радует. Те предприятия, у кого есть финансовая подушка, финансовый запас, которые могут позволить или уже позволили закупить продукцию в больших объемах по старым ценам, они это сделали. Те предприятия, скажем так, более мелкие, потратить миллион рублей на то, чтобы закупить на полгода вперед продукты, позволить не можем. Придется поднимать цены в меню, что нежелательно. Отток клиентов главный страх. Цепочка простая, что и на других рынках. Скачет иностранная валюта, растет цена у поставщиков. Для предпринимателя цены на крепкий импортный алкоголь поднялись на 18-25%, на вино от 20 до 40. Конечно, сейчас все рестораторы ищут какие-то пути, чтобы для потребителя этот скачок был менее ощутим. Так, в среднем бутылка виски дорожает на 200-300 рублей. Для гостя заведения к привычной цене порции добавится примерно рублей 40-50. Некоторые марки вин вообще обойдутся в два раза дороже. Впрочем, выход есть. Импортозамещение, например, крымские вины или коньяки из стран ближнего зарубежья. Но не факт, что гурманов такая альтернатива устроит. Что-то в ГУСов более скромных здесь тоже рано радоваться. Падение розничной цены на водку до 185 рублей не значит, что она и на прилавках станет дешевле. Налоги, сырье и большая доля акциз не снизились. Та доля акциза, которая в бутылке на сегодняшний день присутствует, а это 100 рублей, это существенная доля себестоимости бутылки водки, она не была снижена. Им нужно будет очень серьезно работать, во-первых, над своей эффективностью и, возможно, где-то поужаться в своей марже. В управлении отмечают, что в этой ситуации есть и плюсы. Алкоголь станет менее доступным, а марсияне более здоровыми. Главное, чтобы на этой почве не расцвел нелегальный рынок. Светлана Зорина, Андрей Захаров, Тюменское время.